В первую очередь я должен сказать, что однозначно запрещено помогать таким родственникам, и здесь мы не будем проводить разницу между тем, перешли эти родственники в христианство, или в буддизм, или в мусульманство, или в другую рукотворную религию. В том числе, кстати, надо сказать, что и так называемый реформированный иудаизм, консервативный иудаизм и так далее, несмотря на то, что у них есть вот эта приставка иудаизм, не имеет никакого отношения к иудаизму, и чаще всего это люди делают глубочайшую ошибку, если мы говорим про так называемые иудаизмы в кавычках. Если мы говорим про другую религию, такой человек или такие вот родственники, они фактически духовным самоубийством занимаются, и раньше по таким евреям сидели шиву, то есть буквально траур сидели, и буквально 7 дней сидели, как будто эти люди, эти евреи умерли в прямом смысле. Почему? Потому что еврей избран для того, чтобы, и приходит в этот мир для того, чтобы его исправлять, приходит с уникальным заданием от самого Всевышнего, исполнять заповеди, жить по-еврейски, реализовывать Тору. И это уникальное задание, вот эта командировка, она фактически и составляет смысл нашей жизни, и смысл жизни нашего народа. И если кто-то откалывается и сознательно, как вы написали здесь в вашем вопросе, переходит в чужую религию, такой человек перестает считаться евреем в нашем народе, вплоть до того, что он фактически такой вот живой мертвец. Это очень трагично, это больно, и иногда это больно слышать, но это факт. Теперь, почему нельзя помогать таким людям, несмотря на то, что, как мы понимаем, они живы, они могут ходить, могут кушать, жить, но фактически они духовные, вот такие вот мертвецы, почему им нельзя помогать материально, потому что даже в Торе мы находим в главе Вайшлах, наш протец Яков готовится к встрече со своим братом-близнецом Исавом после долгой разлуки. И приводится интересная история, что наш протец Яков остается один на берегу, в каком-то определенном берегу, возвращается за, как нам рассказывают наши мудрецы, за какими-то маленькими сосудами. И как нам объясняют наши мудрецы, он не хотел ни в коем случае, чтобы эти маленькие сосуды или какие-то стаканчики, горшочки, не попали в руки, скажем так, духовно злых, нечистых сил. То есть, чтобы что-то святое, то есть, мы понимаем, что отец Яков это что-то, это тот человек, который служил и посвятил свою жизнь и сформировал, от него произошла семья и 12 братьев, 12 колен Израиля, то есть, от него пошел еврейский народ фактически, и он не хотел, не допустить, пытался не допустить, чтобы никакое его имущество не досталось злым силам. Соответственно, здесь мы приравняем такие вот помощи, как вы задаете вопрос, помощь или поддержку вот такие вот сознательно перешедших в чуждую религию евреев, а я схожу из того, что ваши родственники, они евреи, приравниваются к поддержке сил зла. Мы понимаем, что любая рукотворная религия, она не просто рукотворная и придуманная людьми, она несет в себе опасность и ловушки для того, чтобы других людей к этому привести. То есть, духовно поймать в эту ловушку других евреев. Соответственно, если человек, даже если это родственники, даже если это родители, поддерживает материально, он легализует и, соответственно, помогает косвенно или напрямую этим силам. Скажу более того, ни в коем случае нельзя не только помогать, но и принимать ничего от таких вот организаций, миссионеров, просто людей. И неважно, какой религии, к сожалению, на постсоветском пространстве это болезнь. И в Израиле тоже есть ряд организаций, которые под прикрытием своих каких-то добрых намерений якобы, так вот ловят новых репатриантов, ловят и людей слабых, не всегда защищенных, слабые слои. И ловят и просто людей наивных, помогая им. Но их главная цель, естественно, помогая, ничего просто так не доходится, бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Так вот, помогая вот так вот якобы подачками такими евреям, они рано или поздно хотят поймать их в свои сети миссионерские. Соответственно, ни в коем случае нельзя не только помогать, но и, естественно, ни в коем случае нельзя ничего от них принимать. Теперь нужно отметить очень важную вещь. Мы говорим про Израиль, что в Израиле есть ряд организаций, к примеру, Лев Эляхим, которые помогают спасти вот таких евреев, которые, скажем так, несознательно, по глупости попали в сети миссионеров или в исламе, у них есть много интересных операций, как они вытаскивают людей. Не буду рекламировать, но должен отметить, что вытаскивают людей из разных ситуаций, из разных сект, из разных течений христианства и мусульманства, неважно откуда, вытаскивают их и проводят даже сложнейшие операции совместно с армией обороны Израиля. Соответственно, в случае, если эти люди стали наивными, как говорится, их попали в сети миссионеров, всегда есть шанс, естественно, можно спасти еще таких людей. Но мы понимаем, что сознательно перейдя в чуждую религию, еврей себя заваливает духовным мусором, что, как говорится, самоубийство подобно. И, как мы понимаем, конечно, не очень приятный, не застольный. Я надеюсь, вы не смотрите это видео за едой. Но пример, когда, допустим, человек, мы, наверное, встречались разно в жизни, допустим, человек, который бомж, как называют, да, человек без определенного места жительства. Мы понимаем, что если такой человек, он, если он, так говорится, ходит на мусорке и, так говорится, пробирается от него, он не всегда приятно пахнет. И даже если ты хочешь помочь такому человеку, то отмыть его от разного таких неприятных запахов берет время. Нужно его выкупать ни один, ни два, ни три раза, чтобы отделаться от такого, как говорится, запаха. Так вот, еврей, он такой, который переходит сознательно в чуждую религию, он себя заваливает вот подобно этому бомжу. И потом, естественно, есть шанс, есть ниточка. Он ломает свою душу, но есть всегда ниточка вернуть обратно, вернуться обратно, сделать шиву. Но чтобы достигнуть этой цели, то есть чтобы восстановить свою душу, восстановить себя, восстановиться в глазах народа, в глазах Всевышнего, нужно проделать очень-очень серьезную духовную работу, непростую работу. И, соответственно, отмыться от этого очень сложно. Но всегда есть шанс. И, соответственно, если это такая вот ситуация, вы можете, живя в Израиле, написано в Бершеве, в случае, если это подобная ситуация, обратиться в соответствующие органы, но вы должны четко и ясно дать понять вашим родственникам, что вы не имеете с ними никакого отношения, никаких дел, что вы не собираетесь с ними обсуждать никакие, не дай бог, религии, миссионерские какие-то деятельности, никаких чуждые религии. И что очень важно, нужно укрепляться себя и, естественно, семью и окружение, укреплять еврейскую составляющую, потому что для этого мы приходим в этот мир. Для этого еврей живет, чтобы укреплять еврейскую составляющую. Уже сегодня можно, где вы живете в Израиле, есть наш сайт, есть другие сайты, можно учиться, можно изучать Тору, есть тысячи и тысячи уроков Торы, синагог, и нужно укреплять еврейскую составляющую. Если вы хотите помочь кому-то, то есть очень-очень много мест, куда можно направить свои финансы, естественно, в рамках наших законов, с головой, минимум, как мы знаем, это 10% ДЦДК, наша Турма. И, соответственно, направлять их на развитие, увеличение добра в мире, на увеличение знаний о Всевышнем, помощь бедным. И, соответственно, нам есть над чем работать. И никто вам не запрещает, как говорится, молиться, переживать за ваших родственников, предпринимать те или иные действия, но ни в коем случае это не должно быть никаких, как говорится, дебатов, ничего. Минимальный, вот такой, как говорится, огонек. И если они только попытаются, как говорится, на вас повлиять, втягивая в вас какие-то либо дебаты, вы можете полностью, абсолютно им дать понять, что вы не хотите иметь с ними дело, и что они совершили глупейшую и грубейшую ошибку в своей жизни. Как бы это ни больно бы не звучало, но это нужно знать. Всего доброго и, как говорится, до свидания.